Всем привет! С вами студия Швейный Советник Шьем Онлайн. Наш канал для тех, кто любит шить классную одежду. Это вторая часть видео по изготовлению юбки из эко-кожи. Вот такую юбочку в прошлом видео, в первой части мы сконструировали и смоделировали. Ссылочку на это видео мы прикрепим в комментариях. Вторую часть мы посвятили обзору материалов и пошиву этой юбки. Досмотрите до конца, мы расскажем обо всех секретах. Если вы хотите шить такую юбочку на заказ в нашей студии, переходите по ссылочке, которую мы разместим под видео, и узнаете подробно, как это сделать. Приступаем к работе. В этом видео мы вам покажем, как мы шили вот такую вот симпатичную юбочку из эко-кожи. Идею подсмотрели в одном из дорогих интернет-магазинов. По-моему, это от Виктории Бекхам была юбочка. В видео мы покажем все основные этапы пошива. Приятного просмотра. Из чего будем шить такую юбку? Здесь перед вами лежат материалы, которые нам потребуются. Сейчас по порядку подробно обо всех расскажем. Для юбки мы приобрели эко-кожу на трикотажной основе. Очень приятная гладкая изнанка. Я даже думаю, мы обойдемся без подкладки в этом случае. Небольшая стретчевость поперек. Но в то же время кожа очень упругая, хорошо возвращает форму. Я думаю, что она будет устойчива к деформациям. По долевой она абсолютно не тянется. Очень хорошая поверхность. Высококлассно имитирует поверхность натуральной кожи. Я думаю, юбка будет смотреться очень хорошо из этого материала. Нам потребуется на юбку, на обхват бедер 90, длина 44 см. Вы купили 80 см при ширине 150 см. Конечно же, нам потребуется молния. Мы будем использовать потайную в данном случае. Нам также потребуется дублерин. Дублировать мы будем деталь пояса. Сделаем несколько тестов и выберем подходящий нам по плотности дублерин. Клеевая кромка для стабилизации срезов, которые могут растянуться в процессе работы. И вот такая интересная клеевая паутинка в виде сеточки. Она выпускается на бумаге. С ее помощью мы будем подклеивать припуски. Там, где не нужно, нам будет отстрачивать. Здесь имеется непрокрашенная кромка. И вот небольшой дефект. Измеряем расстояние от края ткани до дефекта 2,5 см. Здесь на коже у нас ничего не пишет. Поэтому мы по изнанке от кромки отступим 2,5 см. Прочертим линию и кромку срежем. Для того, чтобы она у нас не попала в крой и не испортила нам изделие. Кромочку обрезали. Теперь раскладываем детали. Припуски по всем срезам делаем 1 см. Кроме детали спинки. Где по среднему срезу у нас будет припуск в 1,5 см. Потому что там мы будем пришивать молнию. Раскладываем детали поэкономней. На коже булавками лучше ничего не прикалывать. Либо мы прижимаем чем-то тяжелым, либо используем прищепки. Припуски будем размечать с помощью шаблонов. Вот у нас шаблон на 1,5 см, на 1 см. Так и быстрее, и точнее. От края отступили 1,5 см. Уложили деталь спинки. Контуры самих деталей мы обводить не будем. Мы будем размечать только припуски. Детали разложены. Контуры припусков повредены. Спинка со швом. Две детали. Переднее полотнище со сгибом. Одна деталь. Две детали валанов. Теперь можно кроить и собирать юбку. Если не уверены, чтобы детали не уехали, по припускам нам все-таки можно их булавочкой сколоть. Видно это не будет. Но именно по припускам. Потому что неизвестно, расправятся проколы или останутся в виде точек. Раскроены детали. Передняя со сгибом. Задняя со швом. Деталь валана. На детали валана обязательно нужно обозначить, где низ. Сейчас здесь вот стрелочку вот так поставить. С одной стороны и с другой стороны, чтобы не перепутать. И здесь обязательно нужно сделать рассечку. Там, где у нас метка совмещения с боковым швом. 2-3 миллиметра по припуску делаем рассечку. Теперь докраем пояс и будем собирать юбку. Пояс в нашей юбке будет застегиваться на петлю и пуговицу. Поэтому к обхвату талии добавляем 6 сантиметров. Это будет длина нашего пояса. Здесь у нас кожа лежит со сгибом. Ширина пояса в готовом виде составит 3 сантиметра. Значит, мы должны отложить двойную ширину плюс 2 припуска по сантиметру. Ширина этой детали пояса у нас равняется 8 сантиметров. Краем. Долевая на поясе расположена вот так. Чтобы было понятнее, я прочерчу. Чтобы мы могли немножечко его все-таки по верхнему срезу растянуть и придать ему более правильную форму, более соответствующую контурам тела. Раскраили пояс. Перед тем, как стачивать задний и средний шов, место под молнию необходимо проклеить. Отступаем от сгиба 0,5. Клеим с одной стороны и со второй стороны. Парные детали клеим сложенные вместе. Оставляем место под молнию. Молнию расстегиваем. Уравниваем срезы. И от бегунка примерно сантиметр, либо полтора, вверх. Ставим отметку. И от этой отметки стачиваем задний и средний шов. В начале и в конце ставим закрепки. Длина стежка от 2 до 2,5. Задний и средний шов стачали. Можно отметить полтора сантиметра. Берем ручную иглу и сметываем это место до конца. Иголку возьмите потоньше. В конце поставьте закрепку. Шов необходимо разутюжить. Но предварительно лучше протестируйте это на кусочки кожи. Расстегиваем молнию. Лицевой стороной вниз. Прикладываем к припуску. Верхние срезы уравняли. И зубчики молнии на шов. Берем ручную иглу и приметываем. Молния должна лежать ровно. И остановиться необходимо. Где у нас стоит закрепка то, что мы стачивали на машинке. Теперь молнию застегиваем. Переворачиваем. Бегунок можно вывести на лицо. И как молния лежит, необходимо приметать с другой стороны. И начинаем приметывать вторую сторону. Нитки сметывания юбки удаляем. Молнию расстегиваем. Не доходя примерно сантиметр. Бегунок уводим наизнанку. И при помощи лапки для потайных молний будем втачивать молнию. В начале закрепку можно не ставить. Потому что мы будем притачивать пояс. И молнию мы закрепим. Притачиваем одну сторону. И притачиваем вторую сторону. Притачиваем вторую сторону. Также ставим закрепку, удаляем вметывание. И закрываем молнию.